Панорама Здравствуйте! Партнер программы «Блюда от шефа» Компания «Ян Йенсен Групп» Ян Йенсен Групп Размойте о якисных продуктах для ресторанного бизнеса При такой поддержке, Илья, мы можем приготовить рецепт любой степени сложности Скажите, что предлагаете вы? Путиная грудка на картофельной бабке с луковым вареньем Ну, Илья, согласитесь, как у вас в России, так и у нас в Украине Начинать нужно с одного и того же Пойти и купить продукты Желательно качественные или исключительно качественные и красивые Что именно нужно купить? Да, на Украине продукты всегда меня радуют Я из-за этого люблю здесь бывать Нужно купить сутиную грудку или утку и вырезать с нее грудку Бекон, яблоко, апельсин, лук, картошка, кальвадос Извините за некрасивое слово Растительное масло для жарки Растительное масло для жарки Вы сказали луковое варенье, вот вы его уже, я вижу, приготовили Потому что оно готовится долго А теперь начинаем Кто это придумал, картофельная бабка? Получается, что есть картофель... Ну, есть картофель пюре, есть картофель фри, есть там в мундире Но это где-то из Белоруссии идет Но я руководствовался все-таки известными украинскими драниками Это фантазия на тему драников на самом деле Чтобы как-то украинские мотивы Я очень люблю вплетать национальные мотивы в еду Поэтому это такая дань уважения Украине Вот так Значит, бабка Бабка Я натру картошку Да, собственно, как для драников мы это делаем Разве что я тру ее несколько на более крупной терке, чем обычно Соль Я сюда дам немножко яблока Вот сюда, в картошку? Сюда же, в картошку Причем, чтобы его как-то уже показать И чтобы он отличался от картошки Я его нарежу кубиками и смешаю с натертой картошкой То есть мы будем это яблоко потом видеть в гарнире Но мы будем это есть Поэтому я не буду яблоко натирать А мы его кубиками запустим И теперь я чуть еще дам соли Теперь я буду эту бабку формовать Я возьму маленький противень На нем стоит кольцо Ну да, то есть это такие приспособления есть везде Это сковородка и... Я наливаю немножко растительного масла В центр кольца? Да, чтобы не пригорала бабка Выложу внутреннюю часть кольца ламптиком бекона Это тоже дань Украине, как вы понимаете Вот такое вот слоеное мясо с салом Да, это уже... Сало с пророщи называется Да, это уже Украина Я выложу внутреннюю стенку вот так И сейчас я буду потихонечку укладывать сюда Картофельную массу Вот это и будет картофельная бабка Ну я так назвал бабка Можно назвать и, если хотите, картофельный пудинг Или как-то иначе Это уже зависит от степени образованности человека Я не очень образованный человек, поэтому я говорю бабка Но зато вы очень веселый человек И ваше чувство юмора известно, пожалуй, всему СНГ Спасибо Ну вот Вот что у нас получается Мы можем полить сверху теперь нашу бабку растительным маслом Чуть-чуть по картошке Чтобы корочка была потом, да? Да И мы на время о бабке заботим, потому что мы ее поставим в духовку Она будет печься При какой температуре и сколько минут? 180 градусов, не меньше 10 минут, 15 минут Мы будем смотреть, как она колируется И будем уже руководствоваться То есть 10-15 минут при температуре 180 градусов Будем руководствоваться органолептическими нашими ощущениями Как нам быть с бабкой То есть мы не будем о ней забывать совсем? Мы не будем забывать, да Будем смотреть на нее Вы говорите, Илья, у нас есть 10 минут И эти 10 минут можно потратить, использовать Главному продукту Да, посвятить Вот утиная грудка Ее принято жарить с кожей всегда Не снимать кожу Толстая она, жирная Ее можно немножко подровнять Поэтому утка очень считается продуктом престижным Потому что она сочная остается Важно ее правильно жарить, не пережаривать А в чем же секрет? Сейчас расскажу Правильности Я подрежу, сделаю разрезы по коже Чтобы эту кожу не так стягивало при жарке Вот я могу сейчас прямо посыпать эту сторону утки солью И пальцами так нежно гладя по грудке Втереть эту соль в грудку Вот Я поставлю сковородку Пока И, собственно, начну жарить ее без масла Потому что вот отсюда пойдет жир Поэтому разбросаем грудку кожей вниз На сковородку У нас поджарилось с другой стороны И теперь я поработаю с апельсином Повара работают с апельсином всегда весьма жестко Я им буду чистить Так, как это принято делать всегда Вот сок Пока это постоит Вот есть такой прием Когда кусочек чего-то живого Что жарится у нас на сковородке Дает отдохнуть в фольге Я заверну грудку в фольгу И она у меня полежит где-то в теплом месте Вот так Ну вот, теперь луковое варенье Оно у нас готово Я его Расскажем, как оно делается Погрею Нужно взять луковицу Нужно взять лук Нарезать Нарезать Полукольцами Залить его в хороший тустостенный сотейник Залить его в красный вино И тушить, тушить, тушить Долго А сахар когда? Добавить туда сахар То есть сразу сахар? Сахар, да И тушить долго Лук, сахар и вино До тех пор, пока лук не станет абсолютно мягким и податливым Потому что смотрите Что? У меня когда-то вторая ложка Вот Сейчас я Потому что смотрите, что я из этого лука буду делать Видите, я могу его формовать Настолько он податливый Видите, он приобретает ту форму, которую я заставляю его приобретать Надо этого добиться А потом в конце тушения добавить уксус Чтобы вкус был кисло-сладкий Это важно понимать Я погрею Я добавлю сюда немножко апельсинового сока Чтобы увлажнить его чуть-чуть Вот И просто погрею Теперь я приготовлю элементарную подливку Ну скажем так, соус к этому блюду Я сейчас эту сковородку Залью вот этим соком С дольками вместе Сок вытянет из себя все, что там осталось вкусного Называется дегладирование сковородки Это классический кулинарный прием Пока картофельная бабка доходит в духовке Как вы говорите, набирает свет, колернуться должна Да, ну колер, да Ну это какие-то слова поварские Колернуться, да, это такой сленг поварской Я, наверное, успею спросить у вас О вашей кулинарной школе Кулинарная школа имени меня В одном из сетевых больших магазинов Которые в Киеве есть В Петербурге Вот там в отдельном помещении Находится кулинарная студия Где я обучаю как специалистов Немножко поднимаю их во все стажировки Как специалистов, так и домохозяев Окей, я думаю Среди наших зрительниц найдется достаточно Достаточно энтузиасток Которые захотят повторить именно это блюдо Причем я не сомневаюсь Что поскольку вы являетесь шефом-консультантом Киевского ресторана «Панорама» Это блюдо появится в меню О самом меню мы поговорим позже Разворачиваю немножко, да? И просто бросаю ее вот так вот на конфонку Чуть подогреться Вместе с фольгой? Да, на вестись А если газовая плита у зрителей? Тогда она на сухую сковородку Отошла Она хорошо заколировалась Ну да, и там же кусочки яблока, да? Вот она становится Я ставлю на горячую сковородку Вот кныльки Не знаю, мне кажется, что На белом бы Как-то красивее смотрелось Здесь еще есть сюрприз О котором я не сказал Это яблочные чипсы я положил На луковое варенье Ну да, это подсушенные кусочки Это лортики, да Подсушенные чипсы Дольки у меня уходят в другую часть сковородки Теперь утка А вот этот сок куда? Этот сок еще на сковородку пойдет, да Это на подставку И теперь вот у нас пойдет куда утка Вот еще немножко Вот это самые ценные капли Вот этого ароматного Польем еще сверху немножко Саму грудку А теперь, наверное, тот самый сюрприз О котором нас предупреждал уважаемый шеф Вот это кальвадос Яблочная водка Да Крепкая Да Горит Да, и она горит И вот теперь, да Обычно это делается у стола уже Гостей Я сейчас делаю на кухне А обычно это выносится и при подаче гостям Да, и на этом принципе Такое индивидуальное фламбе Основана подача ряда блюд Здесь в ресторане Панорама, да? Сейчас, в котором сейчас будет работать, да Итак, я поджигаю салфетку Выливаю немножко кальвадоса на утку Ну что ж, Илья, давайте считать это блюдо Не просто картофельной бабкой с утиным филе А блюдом интригой Вот таким образом вы заявляете кухню Нового киевского ресторана Панорама Где вы шеф-консультант Да Мы здесь, в Киеве, будем вас видеть часто Пока меню установится Пока все будет отработано Мы же это обсуждаем Да Ну я надеюсь, что переговоры пройдут успешно Вы будете частым гостем в Киеве И большинство киевлян захотят все-таки познакомиться с этой кухней Ильи Лазерсона, которая не просто вкусная Не просто полезная Не просто здоровая Она с здоровым чувством юмора А к кулинарии нельзя относиться по-другому Иначе как к одному из самых сильных удовольствий в жизни человека Спасибо Ну что ж, Илья По нашей гостеприимной украинской традиции Вам полагаются подарки От генерального спонсора торговой марки Фуагра Фуагра вышуканный цвет гусячих деликатеси Это вечериняный продукт И фабрика находится в Анафранковской области Вызывается Снятинскану Я там был, так что я знаю, что это хороший продукт Я его изучал Ага И видите, тут Вот можете сказать нашим зрителям, что такое конфи? Это же готовый продукт Конфи – это когда, да, утиные ножки, в частности, томятся в своем собственном жиру долго Ага И потом их вакуумируют, это готовый к употреблению продукт Замечательно И я еще раз хочу напомнить зрителям, что вот то самое луковое варенье, которое вы научили нас готовить Замечательно сочетается с фуагра, собственно, с гусиной печенью И второй подарок от партнера программы «Блюда» от шефа компании Ян Йенсен Групп Ян Йенсен Групп Размейте о якисных продуктах для ресторанного бизнеса Уверена, что большинство из них вы не просто узнаете, а постоянно используете в своей творческой кулинарной деятельности Я права? Да Ну и единственное, что хочу сказать, что торговая марка «Каролина» – это рыба и морепродукты идеального качества Ну, во всяком случае, если вы попробуете, я надеюсь, вы поддержите мое мнение Ну что ж, а теперь пора прощаться Это было блюдо от шефа Сегодня его представлял знаменитый петербургский шеф-повар Илья Лазерсон Который более судьбы, ну, ненадолго, но все-таки возглавляет кухню киевского ресторана «Панорама» в качестве шефа-консультанта До свидания Удачи, приятного аппетита Удачи, приятного аппетита